Радио 54 Первое областное радио Потому что, естественно, каждый коллектив Приготовил какую-то свою изюминку Что-то свое новенькое И мы все этого ждем Ну и плюс, конечно, хочется пообщаться Помимо того, что будет большое количество Выступлений и концертов Хочется пообщаться, познакомиться В неформальной обстановке Я думаю, что такая возможность у нас будет Более того, мы со многими музыкантами знакомы У нас очень много друзей Я уже, к примеру, знаю, кого я приглашу к себе домой Поэтому с нетерпением ждем встречи И старых друзей тоже Но географический охват понятно Что еще произошло с этой историей За последние годы За тот период, когда он начинался впервые И вот сейчас случится в четвертый раз Какие виды изменений еще произошли? Возможно, в программе, в концепции В подаче Ну, на самом деле, дело в том, что фестиваль По большому счету, можно назвать уже международным Поскольку у нас в гостях Есть оркестр из Казахстана У нас в гостях есть оркестр Из Белоруссии Это очень большое событие Это очень интересные коллективы Они представят даже две программы И одну программу мы сможем послушать, кажется, в камерном зале А другую программу мы послушаем уже в зале имени Каца В нашей филармонии А по концепции фестиваль будет из чего состоять? Там четыре концерта, да? Совершенно разнокалиберных, Марин, да? Может быть, вы расскажете, как это будет выглядеть? Да, в этот раз мы построили фестиваль по принципу контраста Поскольку очень много именно национальных коллективов Поэтому каждый концерт это русский коллектив И коллектив такой вот прям этнический, да, условно говоря Поэтому откроет фестиваль Вот у нас Казахский оркестр И Русский оркестр Барнаула На второй день будет Тувинцы и Красноярцы В третий день вот Новосибирск, мы и Беларусь И четвертый день это такой апофеоз, да, финал и кульминация Когда мы четыре оркестра собираем на одной сцене И в первом отделении у нас будет Казахстан и Беларусь У них такое, как батл будет Вот они будут вместе сидеть, но играть по очереди Ну, может быть, даже случится так, что они что-то одно сыграют вместе На каких инструментах батл будет? Батл, ну, вот белорусы, это все-таки оркестр цимбал Цимбалисты, огромные инструменты, 20 штук цимбала Они везут сюда Вот, да, ну, у Казахстана это тоже их однородные инструменты Это дамбра и кобыс Ну и, конечно, много еще другого Столько новых слов Да А вот во втором отделении мы с Красноярском уже прям тоже сидим вместе на сцене Но играем прям большим составом одновременно вот это вот все вместе А какую школу, возможно, вы можете сами для себя выделить музыкальную? Сейчас перечислили такая богатая география Возможно, с каким-то интересным подходом, авторскими концепциями, необычной силой Где хорошие школы сильные? Ну, помимо нашей, это понятно Да, наверное, везде сильные школы И отметить нужно, наверное, то, что как раз вот в тех странах, да И в Казахстане, и в Туве В Туве очень ценится это свое народное национальное искусство И оно прям пропагандируется, поддерживается Как раз в России это не в такой мере И для того фестиваль мы проводим, чтобы поддержать интересы, сохранить интересы И развить интерес русского народа к своему искусству Только что пришел вопрос на нашу эфирную ватсапу Где произойдет фестиваль? Какая площадка выбрана? Это две площадки Ну, у филармонии, да, два зала основных Камерный зал и первые два концерта 25-й и 26-й это камерный зал филармонии 27-й и 28-й это государственный концертный зал имени Каца А мероприятие 12+, 0+, какая возрастная категория? Ну, мы ставим 12+, потому что это вечерние концерты Ну, конечно, это можно и для детей, я думаю, они выдержат И будет им интересно Плюс 28-го числа мы в фойе тоже будем программу интересную делать Выставки, показывать разные национальные какие-то костюмы, инструменты То есть детям будет прям совсем интересно Мы же про февраль говорим? Да, февраль То есть это вот совсем скоро уже 25-28 число, да Можно подробно, Марина, о выставках? Чего ждать? Помимо музыкального наполнения этой истории Что за костюмы будут представлены? Возможно, музыкальные инструменты? Можно ли прикоснуться будет к прекрасному? Подробнее о том наслаждении, которое можно будет получить глазами Мы хотим показать все культуры, которые вот соберутся у нас в этот фестиваль Ну, по крайней мере, в этот день И это у нас будет Казахстан, Беларусь и Россия Поэтому мы хотим вот показать культуру этих стран Поэтому, да, вот мы собираем инструменты Мы собираем костюмы Постараемся какую-то керамику, вот что-то такое выставить Я думаю, да, может быть, что-то можно будет даже надеть на себя Инструменты можно будет, ну, русские точно можно будет потрогать Мы позволим, да, потрогать наши инструменты Вот, возможно, да, какая-то даже будет музыкальная программа Вопрос к Андрею, и, кстати, я думаю, что не только Андрей, но и Владимир тоже сможет ответить Как сейчас дела обстоят с интересом окружающего мира, людей А вообще к занятию на музыкальных инструментах? Падает ли этот интерес? Как вы его подогреваете? Что вы делаете? Вы знаете, вот мне кажется, может быть, я оптимист по жизни Но мне кажется, что все-таки интерес, он, может быть, не так быстро, как хотелось бы Но интерес к исполнительству и к исполнительству народных инструментов растет Я могу это, скажем, аргументировать тем, что в 2005 году наш оркестр, он стал филармоническим То есть до этого был оркестр радиотелевидения И вот я, насколько помню, первые наши концерты, ну, если мы собирали, скажем так, ползала, это было хорошо Постепенно, постепенно, постепенно у нас практически полные залы Более того, у нас уже есть свои постоянные слушатели Вы знаете, мне кажется, что люди устают от чего-то такого неестественного Да, от фанеры, от попсы И хотят услышать живое звучание Вот, я думаю, что нам это удается Еще раз повторюсь, что у нас на концертах теперь, вот, несколько лет подряд У нас практически всегда полные залы И вы знаете, я бы еще хотел одну вещь сказать В рамках вот этого фестиваля у нас будет еще один коллектив Замечательный, совершенный коллектив Это оркестр, юношеский оркестр Новосибирской специальной музыкальной школы Замечательный оркестр, которого руководит Рустам Дельмухаметов Наш второй дирижер нашего же оркестра Вот, и вот этот оркестр выступит утром 27 февраля для гостей нашего фестиваля То есть каким-то таким посредованным образом тоже будет участвовать в этом фестивале Радио 54 Первое областное радио